Солдат-срочников, чей срок службы по призыву заканчивается в октябре, могут мобилизовать после увольнения в запас, сообщил запущенный правительством портал объясняем.рф Добрый день, дорогие друзья, у меня как раз есть знакомые, чьи дети заканчивают службу в армии, обычную срочную службу И сейчас, честно говоря, куда ни глянь, везде повод для беспокойства, для какого-то недопонимания и паники Во-первых, параллельно с мобилизацией идет обычный призыв в армию на срочную службу, осенний призыв Параллельно же с этим идут военные сборы, и, конечно, все это смешивается Пожалуйста, не паникуйте Повторю еще раз, я как журналист ездил в Донецк еще до начала мобилизации Да, там, конечно, напряженно, там, конечно, страшно, там риск умереть выше Но это не абсолютный риск Если даже ребенка, вашего сына, брата, дядю, отца отправляют на фронт, это не значит, что он не вернется Бывают всякие сложные ситуации, бывают потери существенные, значительные Каждая жизнь — это трагедия, потеря, утрата, соболезнования всем, кто потерял близких Но не надо раздувать панику и истерику на ровном месте Поддерживайте морально, если ваших родственников, внушайте им веру в лучшее Говорите, что вы их ждете, давайте им цель, зачем им надо вернуться, что вы их любите, что все у вас будет хорошо Второй момент Да, те солдаты-срочники, которые сейчас вернутся из армии Это люди, которым не надо вспоминать, о чем мы там в армии делали 30 лет назад Это люди, у которых все в памяти свежо У которых навыки как раз сейчас актуальны Другой вопрос В той воинской части, где служил ваш родственник Там реально готовили к ведению, например, боевых действий, к несению службы Или просто учили кровати заправлять И это системная проблема всей нашей армии И, судя по всему, наши чинуши все эти годы думали, что достаточно сделать супер-пупер-ракету Если у нас будут такие супер-мега-ракеты, да еще и ядерные боеголовки У нас огромный арсенал, ядерный щит, спасибо товарищу Берия и Сталину На нас по-любому никто не будет рыпаться Доигрались Руководство московского метрополитена, один из крупнейших вообще работодателей Москвы Заманивает сотрудников на мобилизацию такими бонусами, как Дополнительная высококлассная экипировка от правительства Москвы Мне интересно, если правительство Москвы выдает экипировку А почему не может правительство Москвы всех москвичей обеспечить этой экипировкой? У меня вот банальный вопрос Дорогие друзья, завалите-ка вы мэра У нас же есть сайт мэра специальный Завалите мэра обращениями по этому поводу Где экипировка? Единовременная выплата 150 тысяч рублей Для Москвы это копейки Для иногородних сотрудников специальная инструкция, как действовать при получении повестки Источник подтвердил прежнюю информацию о том, что руководство метро не озаботилось Своевременным составлением списка бронируемых сотрудников в количестве Достаточном для бесперебойной работы стратегического объекта В итоге забронированных сотрудников 10-12% Всех остальных могут призвать В итоге один из крупнейших транспортных узлов всей страны Может быть заблокирован Московское метро перевозит до 8 миллионов пассажиров в день Работники фермерских хозяйств подлежат мобилизации на общих основаниях, даже если не на кого оставить хозяйство Ну представьте себе У вас там 5 коров 30 кур Вам приносят повестку и говорят завтра с вещами в военкомат Вы вот с этим всем что будете делать? Особенно если вы это все выращивали своими руками, как бы своими мозолями и так далее Что делать? А если коров 30, наверное есть какие-то помощники Но вот в маленьких хозяйствах, вот как вообще? Абсолютная неподготовленность системы к такого рода нюансам, проблемам и так далее Судя по всему, за эти 30 лет российское руководство вообще не подумало о том, что больше Советского Союза нет Нет ни колхозов, ни единой идеологии, ничего такого С нас, с простых людей спрашивают Так, как будто мы еще советские люди Как будто нам не обещали красивую жизнь при капитализме Каждый сам за себя, моя хата с краю и много-много всяких других интересных идей Бизнес встревожен Глава полиметалл, это добытчики в том числе золота, серебра, других полезных ископаемых Виталий Нессис заявил, что частичная мобилизация, объявленная 21 сентября, повлияет на работу компаний Это фантастика Во-первых, это не бизнес, это олигархи встревожились Во-вторых, встревожилось все общество Но для наших блогеров-журналистов Бизнес это отдельная строка, понимаете? Вот недовольны учителя, что их мобилизуют Недовольны фермеры Недовольны там метрополитен Городская инфраструктура столицы Восемь миллионов человек в день перевозят Это все фигня Олигарх забеспокоился Не, ну тут надо обязательно обратить на это внимание Какие же мрази Дальше веселее Депутат, который не так давно в этом месяце избирался в муниципалитет Заявил о том, что ему по беспределу вручают повестку На заседание совета специально для этого вызвали сотрудников жилищника управы и полиции Пообщался с ними и выяснил, что документов, дающих полномочия выручать повестку, у сотрудников нет И они могут лишь информировать жителей На этом мы с ними разговоры закончили Я вообще, это интересный момент, я вообще не знал Что те, кто разносят повестки, должны иметь специальные документы Надо будет проработать этот вопрос Глава управы Рустам Шакиров Все это время стоял рядом и вел видеосъемку Для депутатов Единой России Также бывших на заседании повесток у Шакирова почему-то не нашлось Интересно почему Для КПРФ Найте вам повестку Свалите, не мешайте нам бабки воровать, пилить Жулье мерзкое А Единую Россию мы трогать не будем Перед этим прошло заседание совета по формированию комиссий Несколько ядросов включили сразу в четыре комиссии В нарушении регламента Вопреки заявлению главы совета о равенстве всех депутатов Меня, говорит, депутат включили лишь в состав одной комиссии По социальной политике, физкультуре и спорту Первый вице-мэр Нижнего Новгорода Добровольно мобилизовался Несмотря на то, что повестку ему не приходило Политик Илья Штокман Первый заммэра Нижнего Новгорода по экономике Победитель конкурса лидера России Не попадал под критерий Под частичную мобилизацию Тем не менее, мужчина не смог остаться в стране Решил, что его гражданский долг Прийти в военкомат и записаться на фронт В качестве добровольца Вы знаете Понятное дело, что в первую очередь в голову приходит простая мысль Скорее всего, это будет тыловая крыса Всех будет отправлять в атаку Сам будет получать ордена Но Что если нет? В любом случае Сейчас на фронте будут коваться Многие политические карьеры Если человек рвется во власть Если человек мечтает О каком-то бонусе Который откроет перед ним многие двери Сейчас самая-самая Та самая возможность Именно поэтому За полгода мы видели Как губернаторы катались на фронт Что они там делали? Губернатор Приморского края Владивосток Другой конец Вообще материка Приехал, чтобы пофотографироваться Олег Кожемяка с автоматом Зачем? Просто пиарятся Все сейчас понимают Если ты хочешь делать карьеру Изволь При этом Генералы Умирали на передовой Генералы нашей армии Реально Вместе с солдатами Идут вперед Чиновники Временных Вот этих администраций Тоже погибают В ходе всяких терактов И так далее Они тоже рискуют Криминальные авторитеты Блатные Которые могли бы И откупиться И все что угодно И это тоже там Вообще не идти Идут на фронт И погибают То есть Так или иначе Из самого разного материала Из самых разных людей Сейчас реально формируется Новый слой нашего общества Ну посмотрим Посмотрим Что вот это вот Заграждане Четыре депутата Единороссия Из Госдумы Захотели пойти на фронт Милонов уже там Пофотографировался Я так понимаю Что реально он Служить не будет Я Вот Помогите мне Помогите придумать Какой-то Астракизм Какое-то наказание Для тех мразей Которые будут Изображать из себя Военнослужащих А на самом деле Будут просто Строить свою политическую карьеру За счет боевых действий В Белгородской области Из-за ошибки Сдетонировал боеприпас Пострадали 14 человек Сообщил губернатор Вячеслав Гладков Как сообщил глава области Из-за человеческого фактора Произошла детонация Боеприпаса В Валуйском городском округе В следствии происшествия 14 человек Получили ранения Различной степени тяжести Слава богу Никто не погиб Я так понимаю Это мог быть Свежемобилизованный Человек Который вообще не помнит Что в армии делать Что не делать Это может быть человек Который Даже может быть специально Настолько он не хочет Мобилизации Что он специально совершил Этот безумный поступок И Поэтому никто не погиб А могли и Погибнуть Ну то есть Что это такое Неделя идет Массовая мобилизация И вот уже Пожалуйста Детонируют боеприпасы Человеческий фактор У нас за эти полгода Всякое было Уже такого тоже Мы наслушались Историй Всяких разных В самых разных городах Нашей необъятной матушке России И тем не менее Два российских чемпиона По одиночному Фигурному катанию Получили повестки Молодые люди Не служили в армии Я подчеркиваю Здесь все таки Дело не в том Что это спортсмены Дело в том Что они не служили И опять же А почему журналисты Обращают внимание То на олигархов То на спортсменов А когда Не служивших учителей Врачей Хотя врачи у нас Все потенциально Военно обязаны Короче говоря Почему Акцентируется Что о фигуристы Особые люди Так не должно быть Еще интересный Пост от ВЧК У ГПУ К вам в колонию Не приезжали из Вагнера Вообще нет Не приезжали в нашу колонию И самый такой Интересный момент Если вы знаете Помогите пожалуйста Я готов хоть В штрафной батальон У меня под обстрелами В 14-м году Погибли мать и бабушка Есть люди В местах лишения свободы У которых родственники На Украине уже умирали Под обстрелами И они рвутся на фронт Но их пока что Но их пока что Не призывают И не забирают И в ЧВК Вагнер Их Видеть пока что Не хотят То есть Есть такие люди У которых есть Самая понятная Человеческая мотивация Самый серьезный вызов У вице-премьера Дмитрия Черношенко Плюс команды Курирующие Информационное сопровождение Работы правительства И органов госвласти Именно им Премьер-министр Мишустин Поручил Переломить Негативный информационный фон Создать эффективную Вызывающую доверие Систему обратной связи С гражданами По вопросам Частичной мобилизации Я вот это читаю Мне самому не верится То есть это на полном серьезе Скорее всего Какая-то проплаченная Заказная статья Но тем не менее Смотрите Переламывать Информационный фон Это задача Не чиновников А пропагандистов Информационной машины Это особый вид работы Особый Это задача Для Симоньян Соловьева Киселева Всех проплаченных Блогеров И так далее Причем тут Вице-премьер Это вице-премьер Будет ими управлять Так они работают С администрацией Президента То есть у нас Опять лебедь Рак и щука Одно будет Диктовать Администрация президента Другое будет Диктовать правительство Хорошо Другая Другая часть задачи Создать систему Вызывающую доверие Систему общения Какой-то сайт Куда можно будет Написать жалобу И чтоб сразу Приходил ответ Во-первых Долбаные вы Эффективные Менеджеры И технократы Человек У которого Родственника По беспределу Забревают Не поверят Никогда Никакому сайту У вас Путин выступает А потом Оказывается Что он Сказал что-то не то Песков выступает За неделю До начала Мобилизации Песков сказал О мобилизации Речи не идет И вы хотите Чтоб верили Просто Какому-то Сайту Но это Откровенные Вредители Это просто Дебилы Проф Непригодные Дальше читаем Перед господином Чернышенко Возникло Непаханное Поле проблем Ибо следует Донастроить Работу Кол-центров Единой службы Оперативной помощи Гражданам 122 Чат-боты Доработать Сервисы На портале Госуслуги Второе Создать Эффективную Систему Круглосуточного Получения Достоверной Информации От губернаторов По проблемным Вопросам С которой Граждане Сталкиваются На местах Совместно С Минобороном Разработать Единую Коммуникационную Стратегию Для региональных Районных Военкоматов Выработать Эффективную Модель Реагирования На уникальные Вопросы По теме Частичной Мобилизации Необходимо Скорейшим Образом Выстроить Правильные Каналы Доведения Информации О решениях Объективная Обратная Связь С гражданами У меня Вопрос А вот Этот Вице Премьер Вот Эти Министры Департаменты На которые Выделялись На цифровизацию Выделялись Безумные Деньги Все эти Годы Они Чем Занимались Я просто Не понимаю Они Чем Занимались Кроме Распила Кроме Отката Кроме Диверсионной Работы Они Чем Занимались К бюджетам Присасывались Это Мы Понимаем Где Плоды Их Работы А у Них Надо Донастраивать Колл-центры Чат-боты Сайты Система Пропаганды Распространение Информации Обратная Связь То есть Ничего не Работает Ничего не Работает Какого Хрена Нет Я хочу Понять Кто Ответственность За это Понесет Никто Опять Ордена Опять Получит Реа Катюша Неужели Мы До этого Дожили Неужели Государство Дошло До понимания Что Любить Родину Должны Не только Рабочие Крестьяне Водители Продавцы Но и Олигархи Сегодня Одна новость Прекрас Не другой Цитата Предлагается Ввести Дополнительные Фискальные Платежи В размере 25% От дохода В размере От 2 Миллионов Рублей В месяц Так называемый Мобилизационный Налог Поступления От него Будут Окрашены В цифре И направлены Строго на обеспечение Вооружения Мобилизованных И добровольцев По расчетам Экспертов Бюджет Таким образом Может получить Дополнительно Не менее 500 миллиардов Рублей Дорогие друзья Как говорится Есть ложь Есть большая ложь А есть статистика А еще есть Наша пропаганда На данный момент Когда наши пацаны Сидят в окопах Без обмундирования Без бронежилетов И по длинному Длинному списку Неизрасходованных Остатков На счетах Федерального Казначейства Находится 15 Триллионов Рублей То есть Если вот этот Сценарий Описанный В заметке Реализуется И в год Будут собирать По 500 миллиардов Надо будет 30 лет Ждать 30 лет Надо будет Ждать Чтобы эти Деньги Получить Эти деньги Есть уже Сейчас Просто их Не хотят На вас Тратить Вот это Надо понять Что деньги Есть Дело Не в деньгах Вопрос Раскулачивания Олигархов Это правильный И нужный Вопрос Но сейчас Неподходящий Момент Фактически Они говорят Что мы Не можем Помочь Фронту Потому что Денег не хватает Это мерзкая Подлая Низкая Лож В лицо Стране В лицо Тем людям Которые своих На фронт Отправляют Охреневшие Черки Просто Что думаете Пишите в комментариях Может я чуть не так говорю Не забывайте Помогать Распространять информацию Вашими лайками Комментариями Репостами Да Слава богу Если введут налог 25% Выше 2 миллионов рублей Отлично Почему это не было сделано В начале спецоперации Первый вопрос Второй вопрос Вы хотите сказать Что этот мобилизационный налог Сразу после спецоперации Его отменят Я правильно понимаю То есть Уже в следующем году Этих денег Не будут собирать А почему Почему во всех странах Богатые Сверхбогатые Платят По 30 По 40 По 70% Иногда бывает Платят От своих доходов И тем более Сверхдоходов А у нас 15% Повышенный налог Для простого человека 13% Доходы свыше Определенной планки Я даже не помню Сколько По-моему Свыше 5 миллионов рублей В год Если ты заработал Надо платить больше Надо платить Там А не 13 А 15% И все Это что Справедливость Мы должны Прям вот Скакать и радоваться Ой Владимир Владимирович Наконец-то Олигархов Приструнил Мерзость Трусость Предательство Евросоюз Намеревается Смягчить Ограничения Против России В частности Вывести Запрет На импорт Удобрений Цемента Ряда других товаров Самое глупое Что может сделать Сейчас Россия Согласится Это очень интересный момент Это реально Хорошая новость Европа Обсуждает Снятие С России Санкций На те же Самые удобрения И все остальное Нормальная власть В этих условиях Соглашаться Не имеет права Мы вам Удобрения Взамен Вы нам Передаете Такие-то Такие-то Технологии Вы нам Мы вам Цемент Вы нам Взамен Ну например Там Разморозка Золотовалютных Резервов Мы вам Еще какие-то Товары То есть Должно идти Планомерное Отстаивание Наших интересов Быть сырьевым Придатком Это не наш Интерес Мы Нелюбимая Наложница У Падишаха Мы Страна Героев Вот именно С таких Позиций Должен Вестись Разговор Все Чинуши Из МИДа Из правительства Там еще Откуда-то Которые Этого Не понимают Должны Пинка Под зад Получить И полететь На скамью Подсудимых Суверенитет Блин Отстаивают Джо Байден Президент Америки Еще какое-то Время назад В начале Спецоперации Заявлял Что Он готов Он готов Нанести Удар По Северному потоку Ну и что мы сейчас видим Повреждены Нитки Северный поток 1 Северный поток 2 Цитата Байдена Почему-то Видео не грузится Ну и ладно Если Россия вторгнется То Северного потока 2 больше не будет Мы положим Этому конец Ну и вот Пожалуйста Бывший глава МИД Польши Сикорский Своеобразно Отреагировал На сообщение О повреждении Северного потока Thank you USA Спасибо Соединенные Штаты Америки То есть подождите-ка Нет никаких доказательств Что это сделала Америка А почему же тогда Поляк говорит Спасибо США А дело вот в чем Польша В этот же день Открыла свой газопровод По новому газопроводу Можно будет Поставлять до 10 Миллиардов Кубометров Газа Из Норвегии Его открытие Назвали концом Российского доминирования В газовой сфере На самом деле 10 миллиардов Это очень немного Это не Не делает погоды Но по факту Да Сейчас Польша Получает Определенный козырь В свои руки И какое совпадение Польша открывает Свой газопровод В этот же день Неизвестно кто Повреждает Нитки российских Газопроводов В этот же день Вспоминают о том Что Байден Байден еще Больше чем Полгода назад Заявлял Только пусть Попробует Вторгнуться Северного потока Больше не будет И что удивительно Европейцы Заявляют о том Что они готовы Сами чинить Этот северный поток Хотя некоторые Издания утверждают Что северный поток Уже невозможно Восстановить Будем следить За развитием событий Честно говоря В контексте Того что это Возможность Соскочить С сырьевой иглы Это даже Позитивно Последние Три банка Турции Отказались От российской Платежной системы Мир Туркия Халк Банк ТС Зират Банк И Туркия Вакив Банк Турция Была одним Из Главных Партнеров По платежной Системе Мир Теперь все Теперь не Не работает с нами Говорят Что турецкая власть Сейчас будет создавать Какую-то новую Систему Которая Полностью Повторит Мир И короче говоря Это будет Типа Франшизы И наши карточки Все равно там будут Приниматься Ну Пока что это все Только разговоры В Минобороны заявили Вот это фантастика Что большинство Российских Беспилотников Не удовлетворяет Требованиям Минобороны Чтобы вы не думали Что это какая-то Какой-то там фейк Вот пожалуйста Статья на Комсомольской правде 27 сентября Большинство Российских Беспилотников Не удовлетворяют Требованиям Министерства Фантастика Нам официальные Лица Рассказывали Официальные Лица Рассказывали Буквально На днях Да у нас Беспилотники Лучшие В мире Да у нас Вообще Никаких проблем Нет Да мы Так их Импортозамещали Наши технологии Просто Закачаешься Официальное Сообщение Минобороны В России Беспилотников Нормальных Почти нет Кто Кто сел За это Владимир Владимирович Кто за это Сел Владимир Рудольфович Когда вы В своих Передачах Рассказывали Что у нас Все Зашибись Вам не хочется Извиниться Как минимум За дезинформацию Подождите А у нас же есть Статья За фейковые Новости А вот За эти Вот Сообщения Про Наше Успешное Импортозамещение За пропаганду Кто сядет Что Опять я Что ли Так Вот молодой Человек Уже Прославился В Москве Студент Второкурсник Пришел В университет С ножами И пистолетом К счастью Был задержан На входе В ВУЗ Зачем А главное Нахрена Задержан Бывший Министр Природных Ресурсов Бурятии Сергей Матвеев Его Этопируют В Улан-Удэ Опять Как всегда Знаем На что Обратить Внимание Бывший Министр Природных Ресурсов Бывший Нынешние Министры Святые Люди Их Трогать Не будем С 1 сентября В России Перестала Действовать Норма Согласно Которой В случае Отсутствия Какого-то Лекарства Аптека Должна Фиксировать Обращение Льготника В журнал Брать Рецепт На отсроченное Отслуживание До 10 дней В пациентские Организации Посыпались Жалобы Людям Отказывают Выдача Препарата Не ставят Рецепт В очередь Тебе Нужно Лекарство Вот Че Хочешь То и Ну и напоследок Друзья Наш любимый Призыв Объединяйтесь Работники Обувного Предприятия Вет Анна Остановили Работу И требуют Погашения Долгов По заработной Плате Профсоюз Это ваша борьба За зарплату Особенно В кризисное Время Радийский Комитет Борьба За ваших Детей Народная Дружина Борьба За порядок В вашем Районе На вашей Улице ТСЖ Борьба За порядок В вашем Доме Чтобы Вас не Обирали За Кварплату Объединяйтесь В народной Самоорганизации Низовые Объединяйтесь Есть большое Количество Материалов В интернете Как это делать Исходите Не пытайтесь Спасти всю Страну Сейчас мы Путину Расскажем Как сделать Нас всех Счастливыми Сами Засучайте Рукава И начинайте Работать Над собственной Жизнью Над миром Вокруг вас От этого Отталкиваться Это залог Реального Успеха Реальных Перемен Вместе Мы силы Вместе Мы победим Берегите Себя И своих Близких Мирного Неба Всем Нам Над Головой Пока